В номинации «Конфуз года» побеждает тот, кто целый год так воодушевлённо готовился к отпуску, но в день вылета позорно проспал звонок будильника. Начинается посадка на рейс «Москва-Тель-Авив». Не расстраивайтесь, девушка, успеем. Уважаемые пассажиры, просим вас пристегнуть ремни. Наш самолёт готов к взлёту. Спасибо. Пора признать своё поражение. Вряд ли самолёт развернут, отпуск накрывается. Настроение уже явно не то. Что делать дальше, не знаю. Хотя Москва ведь многонациональный город, в котором живёт столько людей. Неужели здесь нельзя найти культуру земли обетованной? Не верю. Сегодня мы узнаем, почему евреи никуда не спешат. Что случится без 28? Всё о кошерной кухне. И что дарить на еврейскую свадьбу. Я направляюсь в северо-восточный административный округ Москвы. На улицу Образцова, где находятся еврейские музеи и центр толерантности. Ближайшая станция метро – Марьина Роща. 10 минут пешком, и вы на месте. Имею вам кое-что рассказать. Однажды единственный уцелевший после кораблекрушения пассажир оказался на необитаемом острове. Кое-как он соорудил себе жилище, воздал хвалу Господу за спасение и отправился искать пропитание. За это время жилище сгорело. Лишь чёрные клубы дыма поднялись к небу. Бедняга начал бросать проклятие в небо, но вдруг увидел, что к острову на тот самый чёрный дым подплыл корабль, чтобы его спасти. Мораль. Нет худа без добра. Если бы не опоздала на самолёт, кто знает, когда бы ещё оказалась в музее. Он, кстати, открыт с воскресенья по четверг с 12 до 10 часов вечера, в пятницу с 10 до 15.00, в субботу, шаббат, двери закрыты. Билет стоит 400 рублей, льготные 200, есть и бесплатные. О них вам с радостью расскажут на кассах-музеях. Я выбрала индивидуальную экскурсию. Стоит она полторы тысячи рублей. Но если записываться заранее и взять с собой друзей, один билет обойдётся в 250 рублей. И было бы неплохо узнать у экскурсовода, где ещё в Москве можно проникнуться культурой древнего народа. Со времён разрушения Второго храма главной иудейской святыни прошло почти 2000 лет. Именно в этот момент иудеи становятся частью Римской империи. Евреи теряют своё государство. И тогда же начинается история евреев как народа диаспоры. История рассеяния еврейского народа по всему миру. В результате сейчас мы видим массу еврейских общин, уникальных, своей культурой, языком, менталитетом. Но на протяжении тех же многих веков евреев объединяла именно их религия. В связи с этим я предлагаю познакомиться с главными иудейскими реликвиями, понять, для чего они нужны и что собой представляют. Прошу дальше. В первую очередь речь идёт о Торе. Создание священного свитка до сих пор крайне кропотливое, нелёгкое дело, которое занимает около полутора лет. Записи делаются вручную, на весу. А если переписчик допускает более двух ошибок в листе, Тору хоронят в земле. Или закрывают в специальном хранилище. Со времён Екатерины II до февральской революции 1917 года евреи Российской империи проживают за чертой оседлости. Проживают в основном в небольших городках, в местечках, где идёт весьма традиционная жизнь, сохраняется вот это традиционное общество, но при этом к концу 19 века становится тесно. И Александр II становится тем царём, который выделяет полезные, так называемые, да, полезные группы евреев, которым можно покидать черту и селиться фактически, где они хотят. Это врачи, это те, кто смог получить высшее образование, купцы, некоторые ремесленники. Они отправляются в большие города Российской империи, которые становятся новыми центрами еврейской жизни. В один из таких центров мы отправимся сейчас. Сейчас это город Одесса, где мы сможем отдохнуть в знаменитом кафе «Фан Коне». Так и в Одессе я ещё не была. Найти здесь свободный столик всегда было затруднительно. Заурядный день в таком заведении состоял из чашки кофе, лёгкого скандала, порции мороженого, мелкого обмана, успешной сделки, рюмочки за успех и всё сначала за другим столом. В зале Великой Отечественной войны есть тихое место, зал памяти, где светятся имена всех, кто отдал жизнь, приближая победу. Это представители самых разных национальностей, в том числе и евреев, которые, кстати, накануне войны, в 30-е годы, очень активно включаются в различные армейские структуры. Здесь мы можем почтить память погибших, здесь мы можем найти каких-то родственников по знакомым фамилиям через базу общества «Мемориал» или «Яд Вашем», и, соответственно, зажечь свечу, дабы почтить их память. Этот народ не имел своей земли более двух тысяч лет, поэтому одной из важнейших дат в истории евреи считают 14 мая 1948 года – день образования независимого государства Израиль. Ну, я надеюсь, тебе все-таки удастся там побывать. Я в следующий раз на свой рейс точно не опоздаю. Вообще опоздание – это стереотипно еврейская черта. Да? Ну, если ждешь тысячелетиями Мессию, то куда торопиться? В ответ на мой вопрос о еврейских местах в Москве Яна сделала мне совершенно неожиданное предложение. О, слушай, ну мы прямо сейчас можем начать проникаться еврейской культурой. Вот моя подруга Даша преподает танцы израильские, и совершенно бесплатно можно присоединиться. Да ты что? Да, конечно. Существует мнение, что еврейский народ начал танцевать сразу после обретения Торы у подножия Синайской горы. Люди устали ждать Моисея, который был занят разговорами со Всевышним, соорудили золотого идола, принесли ему некие жертвы и устроили вокруг танцы. Моисея это зрелище возмутило, и он разбил о гору принесенные скрижали, каменные плиты с заповедями. Знаменитые 7.40 танцевали, чтобы согреться. Евреи, которые не жили в Одессе, а приезжали в город на работу, добирались до места назначения на первом утреннем поезде в 7.40, а уезжали домой вечерним в 7.40. В ожидании состава пассажиры коротали время на перроне, пританцовывая. Следующим движением мы заходим в круг, руки у нас были за спиной, отсюда мы их поднимаем в жилеточку. Почему жилеточка? В местечке многие евреи были портными. Как портной мог показать, что он хорошо сделал свою работу? Он показывал шов. Он оттягивал свою жилеточку, показывал, посмотрите, какой у меня хороший шов. Я хороший портной, купите мне жилеточку. Ничто так не объединяет, как танец, особенно если ему обучают бесплатно. Взять мастер-класс можно каждое воскресенье в Воронцовском парке до конца сентября. За час с небольшим можно выучить несколько круговых, линейных танцев, ощутить приятную физическую нагрузку и познакомиться со всеми участниками. Четыре. Шаг приставить, шаг, пятка, шаг приставить, шаг, пятка, шаг, пятка, шаг. Попрочит левое плечо. Спасибо большое, спасибо. Пойдем, поедим? Пойдем, конечно, я за. А куда? На Бронной есть синагога, на дне ресторан, Ярусалим. Вот туда и пойдем. Да, давай. У этого здания непростая судьба. Синагогу построили в 1883 году. Затем сюда переехал Совет профсоюзов. После здесь был Московский дом художественной самодеятельности. И только в 1991 году, после масштабной реконструкции, здание вернули верующим. Каждый гость синагоги желанный. Но есть ряд правил. Одежда для посещения должна быть опрятной и достойной. В рабочем костюме сантехника вас не пустят. По еврейскому закону мужчина не имеет права прикасаться к женщине, если она не является его близкой родственницей или женой. Поэтому при встрече между мужчиной и женщиной не принято пожимать руку, обниматься и целоваться. Вот смотри, это мизуза. Буквально означает дверной косяк. И любой соблюдающий еврей, который проходит помещение или выходит из него, он дотрагивается до него определенным способом. Я покажу. Но то, что ты видишь перед собой, это футляр. Он может быть совершенно из любого материала. Самое главное внутри – это свитки с цитатой из самой главной молитвы в иудаизме «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль». Сейчас мы по всем правилам, коснувшись, зайдем в синагогу. Главная особенность синагоги в том, что она храмом не является. Это дом собраний для общественных молитв. Еврейский храм может быть построен только на храмовой горе в Иерусалиме. Поэтому в здании соседствует музейная экспозиция, отдел традиций, ресторан, куда мы сейчас идем, и даже еврейская служба знакомств для тех, кому от 18 до 60 лет. Весьма рациональное использование драгоценных метров в центре столицы. Пока все. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего вам дня. Спасибо. А теперь рассказывай, что из этого кошерное? В принципе, все. Ну, вообще, кашрут – это еврейская диетическая система. Что можно есть, что нельзя, в каких сочетаниях. Ну, как пример, мясное и молочное не сочетается никогда. То есть есть даже отдельно молочные и мясные кухни, посуда, рестораны. Мы, собственно, в мясном ресторане находимся. Но мясо тоже не всякое можно употреблять соблюдающему еврею. Ну, яркий пример, да, запрещена свинина. В принципе, животное должно быть одновременно и травоядное, и парнокопытное. То есть кошерными могут быть и блюда японской, и итальянской, и мексиканской кухни. За качество продуктов в кошерных ресторанах отвечает специальный человек – Можгиан. Он обязательно должен быть иудеем, пройти обучение, и только он имеет право включать и выключать плиту. Теперь про ресторан. Средний счет от 700 до 1500 рублей. Все зависит от количества людей в компании и чувства голода. К примеру, то, что мы заказали. Фаршмак стоит 250 рублей, хумус – 290. Открыт ресторан с воскресенья по пятницу в субботу, разумеется, не работает. О своем визите предупреждайте заранее. Людей много, и огромный плюс ресторана – вот эта веранда. Вид невероятный. Кошерный обед оказался невероятно вкусным. А наш разговор уж очень увлекательным. Мы с Яной даже успели договориться сходить к ее знакомому на мастер-класс по созданию свечей в преддверии шабата. Еженедельный праздник традиционно начинается в пятницу, за ходом солнца. Семья встречается за трапезой. Хозяйка дома зажигает свечи не позднее, чем за 18 минут до захода. Затем глава семьи читает благословения, разливает вино или виноградный сок, и преломляется специальный хлеб – хвала. А расскажите нам, пожалуйста, пока, почему нельзя в шаббат работать? Представьте себе, вы всю неделю пашете, работаете. Привожу на собственном примере. Мобильный телефон трезвонит с утра до вечера. Компьютеры нужно обязательно посидеть в Фейсбук, зайти в ВКонтакт, зайти по работе, зайти скачать информацию, подготовить материалы, дать урок и тому подобное. Пришли домой уставшие, как собака. С женой нет времени общаться. Дети там сидят, кричат, кто-то с Сашкой пришел. Это суета. В субботу вы приходите домой, телефона нет, машина не беспокоит. Вы садитесь за стол, вы пьете, вы едите, вы общаетесь. Это самый-самый подходящий момент для того, чтобы семья имела значение. Это, скажем так, семейный корпоратив наиболее важный в жизни у человека не может быть. В мужской части зала тем временем полным ходом свой мастер-класс по созданию шафара – музыкального инструмента из рога животного. В него трубят в еврейский Новый год. Он приходится на сентябрь или октябрь. Как вы поняли, программа мастер-классов обширная. Кроме них есть тренинги, лекции, концерты. В общем, все перечислять не буду. Заходите на сайт общинного центра, там все найдете. Стоит это 0 рублей и 0 копеек. Яна. Спасибо тебе большое, что провела со мной целый день. Столько показала, рассказала. И меня на самом деле поразило тут огромное количество традиций, обычаев у еврейского народа. И мне, знаешь, интересно, если это в обычной жизни соблюдается, то что происходит на празднике? Например, на свадьбу, да? Слушай, я бы тебя сводила на свадьбу, честно говоря. Но вот у меня в ближайшее время никто не женится. Но давай я позвоню друзьям просто. Давай. Может быть, будут какие-то варианты. Давай. Алло. Алекс, привет. Привет, Ян. Слушай, у меня подруга хочет посмотреть еврейскую свадьбу. У тебя никто не женится? Нет, у меня никто не женится. Ага, ну поняла. Сейчас могу позвонить и узнать у друзей. Да, мэр, да, шалом. Да, с бургой помощи все хорошо. Еврейские свадьбы у нас почти каждый день. Да, сегодня на Броне наши знакомые женятся. Что? Да, думаю, проблем каких-то не будет. Так я познакомилась с Михоэлем. Хорошо. Виктория. Вон, приходит, здравствуйте. Здравствуйте. Вы это Яна, да? Да. Ну, собственно, ряд вас провести, рассказать, все показать. Спасибо большое. Вы раньше бывали в экономике, здесь в синагоге или вообще? В синагоге была, но так, чтобы на национальной свадьбе, еще и к незнакомым людям, это впервые. Я не переживаю. Люди рассчитывают на одно количество людей, приходят на другое. Это большой праздник, всегда всем рады. А есть ли какой-то дресс-код на мероприятии, подойдет ли мой внешний вид? Ну, скажем так, с утверждением юдоизма, это полукошерника. Если бы у него чуть длиннее было бы лучше. Ну, будем считать, что с каждым вашим приходом она будет все ниже и ниже. Надеюсь. Сегодня узами брака сочетаются Ханна и Михоэль. Да, тоже Михоэль. Популярное имя, как, впрочем, и у нас Михаил. Официальная часть с раввином пройдет в зале синагоги. Неофициальная, по-простому, банкет в ресторане. Ну, собственно, вот сейчас мы становимся наблюдателями всего этого процесса. В принципе, еврейская свадьба, это можно сравнить с неким таким восточным ковром, который пронизан нитями историческими, мистическими, религиозными, юридическими. Началось все с того, что жених подошел к невесте, покрыл ее лицо покрывалом, что символизирует скромность еврейской женщины, что является базисом в семейных отношениях. Ну, и также символизирует то, что жених руководится не только ее очарованиями, красотой внешней, что очевидно, но также ее внутренним богатым миром. Это их первая встреча за семь дней. Будущие супруги не видят друг друга неделю перед торжеством, чтобы обмануть злые силы. Якобы у пары все разладилось, и свадьбы не будет. А значит, в самый важный для них день никто и ничто помешать не сможет. «Ты посвящена мне вжены этим кольцом по закону Моисея и всего Израиля». Также, кажется, в нашем радостном событии должна присутствовать нотка печали по отсутствию разрушения Берусалимского храма и неизменным желанием вернуться на святую землю. И поэтому сейчас жених будет разбивать бокал, из которого пили только что вино радости, в память о разрушении храма, потому что не может быть полной радости без существования его храма. Так что мы ждем прихода Машеха, чтобы уже в следующем году, даже завтра, собраться в Северусалиме и отмечать свадьбу за свадьбой. Дословно, я так рад, что тебе повезло. Через несколько минут начнется трапеза, задача которой – развеселить жениха и невесту. Женщины и мужчины празднуют в разных половинах зала. Что касается подарков, тут кто во что гораст. Гости, как и на русской свадьбе, стараются дарить то, что нужно по хозяйству или деньги. Интересно, а правда, что на еврейскую свадьбу нужно приходить с прозрачным конвертом? Ну и что из того, что сегодня я до Израиля так и не долетела? Любая страна – это в первую очередь люди. Оказывается, и в родном городе легко познакомиться с чудесными и очень отзывчивыми представителями еврейской общины, благодаря которым можно окунуться в эту древнюю культуру. И по большому счету уже не важно, в какой части света вы находитесь. Просто любите и уважайте друг друга. Мазельдон.